Так, мы приехали. Сейчас я вам покажу, что нам дали в аптеке. В общем, дали в аптеке бесплатные маски. Каждому по одной маске. Вот так как у нас семья из четырех человек, нам дали четыре бесплатные маски и одну дали для свекрови. Вот. Это маски. Их можно стирать. Вот. Они такие многоразовые использования. Типа тех, что дают Рину на работе. Которой я пользуюсь. Больше из голубой маски. Сейчас посмотрю. Открыла одну. Сейчас я посмотрю. Так, вот такая маска. О, в принципе, нормальная масочка. Легкая. Легкая. Хорошо. Отлично. Не сильно зажимай. Нормальная масочка. Да, заходи, Томас. Ой, нормально. Заходи, заходи. Пустите меня, Лерит. В общем, такие масочки бесплатные. Сейчас дают в Италии. И завтра мы идем в гости Катюше. Вообще, мы планировали завтра делать пикник. Потому что в прошлый раз мы когда гуляли у реки, мы видели, что люди собирались. Но они собирались не на пикник. Они собирались. Я потом вспомнила, что они там не ели. Они просто сидели за столами. Просто общались. Вот. Я помню, чтобы я видела, у них еда какая-то. Вот. И Ирину проверил. Ирину проверил, что да, сейчас еще, как говорится, запрещены делать пикники. Парки открыты, но пикник пока делать нельзя. До 3-го числа. После 3-го числа уже делать можно, что хотите. Что хотите. Вот. И мы думали пойти на пикник. Вот такой таблон. Хорошо, что Катя спросила. Ирину проверил по интернету. И вообще мы договорились, что завтра просто пойдем на обед Катю. А потом после обеда поедем к реке просто погуляем. Вот так вот. Играет. Играет. А потом сгибает. Играет. 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 Катя спросил ликвид. Играет. Играет. Ритмая. Играет. Ах, что линия. Ритмая. Притая звонка. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня сорвалась работа одна, ёлки-палки В общем, пошла я узнать, поговорить насчёт одной работы И пришлось отказаться, ну как, не ей не подходит, не мне не подходит Ну, ей это есть, в принципе, синьёре Там семья, они докторы, доктора, что он, что она Она итальянка, он палестинец, вот И с ними живёт только один сын, у них там билла В общем, трёхэтажный такой дом хороший, большой Просторный Вот, но им нужна женщина на каждый день, на 8 часов в день И когда... В общем, там полный рабочий день надо И кое-какие дни надо быть ещё там до вечера Ещё и суббота утра, с утра до обеда В общем, мне не подошло, конечно, потому что я семейный человек У меня свой дом есть, у меня есть свой дом У меня есть свекровь тоже, которая нужна когда-никогда помощь В общем, жалко, потеряла работу Хорошая работа, эти боли она делает, там контракт В общем, тут нужна женщина свободная Если кто меня смотрит из Навары, вот, из города Навары Если кто-то нуждается в работе, вот, пишите мне Ну, она сказала, чтобы не больше 50 лет Вот, чтобы, как говорится, чтобы вам было не больше 50 лет Так что, вот, женщина нуждается в помощнице, как говорится, по дому Вот, хорошая очень женщина, итальянка Очень интеллигентная, такая хорошая, разговорчивая Мы с ней полчаса сидели, болтали Ну, в общем, если кто меня смотрит из Навары Кому, кто нуждается в работе, в общем, я вам дала клич Так что, ладненько У нас сегодня дождь обещают, вечером Мы после этой сеньоры поехали в Валди Нам надо было купить какое-то мясо к пикнику Ну, как пикник, это будет не пикник Мы просто завтра поедем на обед к Катюше Мы вообще хотели поехать к озеру, к реке на пикник Но так как нам еще нельзя Пока что еще запрещено Мы соберемся у Катюши на обед И потом после обеда поедем погулять к реке Вот такие вот у нас планы Поехали купить мясо Но там нифига нет, все закончилось Такое ощущение, как будто люди все скупили сегодня, в субботу Все скупили и все, ничего не осталось Мы только нашли две последних упаковки Были такие ребрышки Вот купили одну упаковочку ребрышек Я сейчас замарину И сосиски, и все Только это возьмем для пикника Вот, ну там свежий салатик Я взяла из фруктов ананаса В общем, сейчас еще буду думать, что еще буду готовить Так что вот такие вот дела И вот мертвые коты, смотрите Тоже глаза не открывает Убирает лапу, но даже глаза не открывает Томас, идем отживу? Томас, идем отживу? У нас вот выходишь с коридора, с подъезда, такие запахи, еще жасни на еду, еще не отцвели, еще немножко скоро цветут, видите Так, мы идем снова на променант вечерний Куда идем мы с петочком? Большой-большой секрет Слушайте, у меня, наверное, давление какое-то пониженное Что меня после, в обед где-то ко сну клонило Сейчас тоже, еще даже не поужинали, уже ко сну начала клонить, прям глаза закрываются Кстати, у Рину то же самое, что говорит, сонно Говорит, встанку, встанку, ну, как бы вставший Этот день уставший Ладенько, мы сейчас круг почета сделаем Потом я приду домой, мне надо мясо замариновать Все говорю, говорю, так никак не мог замариновать Не мясо, а ребрышки свиные взяли на завтра Посмотрим, первый рак, а нет, не первый Мы у Катюши делали как-то пикник В прошлом году, по-моему, да, в прошлом году Весной или когда, или в конце лета, в общем-то, не помню Собирались девчонки, приехали девчонки из разных городов В Салисандрии, там еще откуда-то В общем, из нашего региона Пьемонта Я их познакомила В общем, мы там большую пикнику у Катюши сделали Ну, а завтра только мы приедем Как бы встреча, кстати, я взяла подарочек для Лео Потому что у Лео было день рождения, как раз, как только начался карантин И меня, кстати, Катюша приглашала, наш, нас Я говорю, нет, Катю, нельзя уже, нельзя Я говорю, скорее всего, нет, потому что это не в городе, это соседнее село Вот, и уже нельзя было Я говорю, не хотела рисковать В общем, пришлось отказаться И поэтому, я говорю, ну, подарок потом будет Так что я сейчас взяла подарочек Вот, завтра подарим Пусть это позаняло Лучше поздно, чем никогда В Лео два года исполнилось Вот, два велосипедиста проехали И вот, бежит за ними Маленький, это щенок пуделя Си, пудель, Костя? Да Где-то месяцев шесть, наверное Такой хорошенький пробежал Там еще большая какая-то собака Аспаниель, по-моему А, такие Аспаниель, наверное, уже старенькие Вот поэтому они взяли пуделя молоденького Наверное Ой, как здесь пахнет водой именно Потому что проходим через каналы Через рисовое поле с водой Вот видите, там Непонятно как Наполняется или не наполняется Поле водой А там просто траву выращивают На корм скоту Вот Вот такой водопадик Прям камни там Спросила Удала? Вот там дикий кролик Но мы в ту сторону не идем Сидит, тусуется В ту сторону не идем В прошлый раз мы через тот район проходили Дети дома высотные Мы туда не доходим Сворачиваем Возвращаемся в свой район Сейчас мы снова пройдем через это соединение Каналов Боль-пуль Боль-пуль Первый Я замыкающий Видите, закрыто Туда уже не проходит Хотя проходит Наверное Чтобы не сильно проходило А там маленький водопродик Классно Видите, там показывают уровень Ага Ага Тоже чей-то огородик Молодцы Салатик, помидор А розы желтые Есть, это хорошая Бупящая, да Уже Жильцанин Все, вот пришли Пипец, как Глаза закрываются Время Еще даже Восьми вечера нет Ёлки-палки Тоже, наверное, сегодня Низкое какое-то давление Ах А мне же не привычно Низкое давление У меня всегда высокое Ну, не всегда У меня обычно Повышенное давление Я же гипертоник Так, ладненько Я посмотрела в интернете Как делается Именно маринование Шашлака Или ребрышек На минеральной воде Поэтому Я сегодня Хорошо, что я сегодня С утра Когда делали спезу Купила бутылку Минеральной воды Вот она у меня, кстати Вот Такая бутылища Минеральной воды Призанцы Попробую, попробую Сейчас я порежу Ну, тут мы много Не брали Так что Половина Головки лука Хватит Мой Чтоб замариновать Вот Лучок Специи Аква Минеральная Минеральная вода Вот Я, кстати, протушила Баклажан Но не в духовке Я уже говорила Что я их Не поджариваю Даже Вот эти баклажаны И завтра я с утра Сделаю Икру заморскую Тоже с собой возьму Ладенько Сейчас замариную Ребрышки По рецепту Где я нашла В интернете На просторах интернета Слушайте, как хорошо Что сейчас Есть Интернет С одной стороны Конечно, это плохо Что сейчас есть Компьютеры Всякие гаджеты Телефоны Ноутбуки Таблицы Компьютеры Это плохо Да Потому что Деградируем Блин Ну, а С другой стороны Как говорится Всегда В любую минуту Можно найти Какую-то нужную информацию Вот Раньше Такого у нас не было Да Мы только и знали Что смотреть телевизор И читать газеты И все Вот А сейчас Вот когда тебе надо Ты сразу найдешь информацию Раньше помню Опа, там что-то показали Записывали 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 Да Вот А сейчас все Рецепт какой-то нужен Написал И тебе сразу Этот рецепт Как говорится Выложили Еще и выбирай Как говорится Вот Какую-то информацию Про кого-то Про какого-то человека Надо найти Например Срочно Да Написала имя Фамилия Все Всю под нагодную Про него прочитали Ну если это конечно Известный человек Так ладно Чуть-то заболталась Опять Все Я занимаюсь Ребрышками Смотрите Что у меня получилось Залила Так залила В общем Тут у меня специи И все Что было на балконе Вот на этом балконе Вот тут у меня Сорвала Кусуль Один листик мяты Один листик шалфе И розмарин Все Закинула сюда Лук Замариновала Посмотрим Как получится Что получится Соль Перец Все как надо И залила Этим Минеральной водой Сейчас я прикрою Установлю в холодильник И завтра Отвезем Попробуем Как получится Если получится Мясо будет таким Как говорится Мягким И нежным Не как обычные Ребрышки Как мы делаем Раньше Если Ирину Так будешь Понравиться То всегда будем Покупать туда Минералку Будем Минералки В общем Замачивать Замариновать Замариновать И у меня Немножко Немножко пощипывает Завтра Всего хорошего Чау-чау Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует